Почему меня навеяло на снеговика? Мне тут кто-то прислал достаточно такой жесткий анекдот в интернете, и я хочу вам его рассказать, ну, более там, может быть, в таком лояльном стиле. Значит, мужчина познакомился с женщиной, и он говорит, поедем ко мне домой. Он говорит, ну, поедем. Она такая вся красивая, одета в красивые одежды, в таких каблуках. А он ее завез в лес, там снег вот так. И говорит, вылезай, она говорит, ну, куда ж я в каблуках, в такой красивой шубке, я не одета. Он говорит, не важно, не хочешь запачкать шубку, снимай шубку, снимай сапоги, вылезай из машины. Ну, естественно, да, она подчинилась, вылезла, все, поснимала, он говорит, лепи снеговика. Она лепит, вся мерзнет, вся уже покрыла синим, там холодно, снегу вот так, лепит этого снеговика, слепила. Она говорит, что теперь уже боится, что она ее тут и убьет прямо около этого снеговика. Он говорит, нет, залезай обратно, одевайся, привез домой, там ужин, там все прекрасно, любовь, любовь. И она говорит, а чего ты меня так мучил с этим снеговиком-то, я зачем туда его лепила, ездила-то. Он говорит, ты забудешь все. Как я с тобой познакомился, как меня зовут, как я с тобой ухаживал, как я тебе внимание свое уделил. А вот снеговика ты никогда не забудешь. Все. Это анекдот. Я начну со снеговика. Чтобы вы его не забыли, потому что вот все эти теории, когда сейчас начну говорить, там будет мозга за мозгой заскакивать, а снеговика вы не забудете. Как вы думаете, почему мы лепим вот это вот? Вы же все с детства вот это лепили, вас всех научили это лепить. И вы своих детей и внуков это учите лепить. Ведь ничего другого, вот это. Начинаем шарик, да, катаем побольше, побольше, побольше внизу, потом поменьше, потом маленький. Что, на голову ведро, да, если есть ведро или там что-нибудь подобие ведра, да, морковку в нос или что-то подобие. Черненькие уголечки, да. Почему мы это лепим? Это на что похоже? Лепим себя. Просто как и снег, это руки, ноги там, да, это же трудно, сложно. Ну, там бывает, что палочки вставим сюда, да, какие-нибудь палочки. Да, как бы ручки торчат. Ну, очень достаточно уродливо. Правильно? Если брать папа, мама, дочка и сына, вот обычно такую схему в этом году рисуют, да, ну, обычно так. Хотя, в принципе, здесь может быть две дочки, здесь может быть сын, старшая дочка, младшая, кто угодно, может быть один ребенок. То это все, что в семья кого? Тоже снеговиков. Еще какая ассоциация с созависимостью, уже ближе к созависимости? Холод, не разлепиться и замороженные чувства. Замороженные чувства. То есть у меня это прямо символ созависимого с замороженными чувствами. Холодный, недоступный, вот с этими крючочками, с этими уголечками, совершенно не выражающими ничего. Тут рот можно было иначе, да, нарисовать, с этой морковиной носу. Марковина напоминает еще нос употребляющего. И с этим дурацким... Кто новое ведро снеговика где-нибудь ставил? Новое ведро когда-нибудь ставили во дворе на снеговика или где-нибудь на площадке? А что надо ставить? А вот какое обычно ставили? Дырявое помойное кто-нибудь выбросил. Так вот это у нас у всех с вами в голове. Вот это дырявое ведро у нас в голове. И вся эта семейка тоже из этих снеговиков. Понятно, да? Вот все они снеговички. Хорошо, если не разбежались, еще не разлепились. Ну, в общем, так и умирают, и тают, и прочее, все так же. Я к чему? Чтоб вы понимали, что что мы слепили, то и выросло. Что мы сделали, то и есть. И не к тому, чтоб вы чувство вины испытывали. Просто отождествление. Они такие же, как мы. Наши потомки, наши близкие. Если у вас такие отношения, да? Муж, жена, еще детей, может быть, нет. Может быть, здесь такие, да? Пары. То мы все равно одинаковые. Поэтому мы прилепились. Чтобы вы всегда знали, что если есть у вас, то есть и тут. И понять легко, потому что вы одинаковые. Чтобы вы понимали, что понять друг друга легко. Потому что там то же самое. И у каждого такое ведро на голове. Но если мы общаемся с этими ведрами, то там какой звук? Пустота. Пустые ведра-то на голове. И к чему еще о строении человека? Человек вообще состоит не только из одного разума. Потому что зависимость-то вся тут. Но у нас с вами есть и здоровые части. Во-первых, у нас с вами есть какие-то умные мысли. Не все же мы сплошное ведро. У нас не так же ведро. Только там. Только сверху. Здесь пониже уже есть какая-то рефлексия. Какое-то развитие. Как-то литературу почитали. Что-то на группах послушали. Уже тут что-то появилось более-менее. А если брать ниже. Вот это с чем вы ассоциируется? Вот в этом месте обычно что? В середине человеческого тела. Сердце. Это душа, которая вообще мало страдает от созависимости. Страдает, конечно, ценности, психика. Но это все в основном сюда. И очень мало это тут. Понятно, как разлепить. Нам чувствуют они разлепить с собой. А тут еще это. Вот душа, она больше. Смотрите. Голова меньше, а душа больше. Согласны со мной? Наша бессознательная. Вот вы сейчас меня слушаете, да? У вас тоже работает. И это, да? Ну, глаза еще. А в теле пищеварение происходит, дыхание происходит. Там процессы обменные, выделительные. Все работают. И вот этого еще больше. И вы знаете, да? Вот многие говорят, вот тут вот 10%, да? А здесь вот 90%. Душа такая, да? Незамеримое пространство. Так вот, здесь здоровье. Теле. Ну, и душа, конечно, Богом данная, да? В ней тоже. Искорка Божья-то есть. Так вот, если разговаривать не с пустым ведром на голове, то дальше могут услышать. Надо просто понимать, что из такого же снега сделаны наши близкие. Из такого же снега, как вы. Я бы чем об этом говорю? Я вспомнила, какое у меня было состояние, когда я тоже искала точки соприкосновений, как говорить, чтобы услышали мои близкие. И когда мне даже вот все говорили, ой, пропащи ничего не будет. Ой, толку нет, никогда не получится. Ой, там разговаривать не с кем, там спившаяся. Лицо, красный нос, синий и прочее. Ну, это касается, когда мужа, да? То я понимала. Ну, я-то его люблю. Я же его выбрала. Вот из миллиардов мужчин на земле я выбрала его. Он мне понравился. Он какая-то родная душа. Что-то в нем же родное. Мы много лет вместе, 20 лет прожила в первом браке, да? Пусть замороженная, пусть тоже из деструктивной семьи, пусть там тоже папа алкоголик, там мама созависимая у него, все понятно. Там тоже пережившие войну и, в общем, пострадавшие всяко, как и мои родители. Ну, там же есть что-то мое родное. Такой же снег. Понимаете меня? Там тоже такой же снег, который можно, что со снегом можно взять? Взять в ручки. Ну, подуть, подышать. Ну, растает же. Понятно, созависимый, что думает. Я тебя сейчас окутаю и всего растаю. Если ты сама снежная, то фиг ты там чего-нибудь растаешь. Нужно сначала растаять самой. Уже упрощают, да нельзя. Понимаете, на снеге уже вообще. То есть сначала растаять самой, разморозить. Вот внутри себя что-нибудь сделать живое. Вот чтобы не уголечки эти жуткие, совершенно без выражения никакого нет, да? Только, ну, контроль там. Контроль и страх в этих уголечках, да? И смотрим на своего близкого тоже в глазки. Чего у него там в глазках? А на самом деле мы понимаем, что кроме глазок и сизого носа есть еще душа. И есть тело. И голова это тоже тело. И, в общем, одно ведро только больное. Которое, в принципе, можно на той же помойке оставить. В чате пишут, а что, говорит, записи, можно выбрасывать? Я говорю, естественно, если надоели ваши записи, вы пишете одно и то же без конца, с утра до вечера, все, гон этот идет. А вдруг у нас что, она где, она, вдруг она пропала, и что с ней случится? Вот это все, прям собираете всю кучу. Рвете меленько, и все жгите, выбрасываете. Уже не надо это ничего хранить. И это в помойное ведро. Всем понятно, что делать, прежде чем начнете разговаривать. В семье. Всем понятно, что помойное ведро выбросить. Или у кого-то сомнение, дома оставим. Наберем кучку, нагребем, и дом будем хранить. Нет? Не будем. Значит, вот не забудьте написать себе в конспекте. Помойное ведро выбросить. Своё. И постараться не общаться с помойным ведром. Если ваш близкий, еще все ходит с помойным ведром. Вы знаете, какие там мысли в измененном состоянии. Ну, я ежедневно, клиенты же звонят, ежедневно рассказывают эти ужасы. Я говорю, я 25 лет это слушаю, не надо мне рассказывать. Вот одно и то же. Вы понимаете, что одно и то же за 25 лет эти рассказы о деструктивных семьях, и что там делает химически зависимое в употреблении. Ну, нюансы какие-нибудь появились, да, там с интернетом связаны или с чем-нибудь таким еще. С западом столкнулась, там вообще ужас, понимаете, да, там можно везде. Везде все, что угодно, демократия сплошная, никто не останавливает. Там они еще хуже сталкиваются с проблемой, потому что никто ей не помогает. Понимаете, у нас хоть полиция поможет, хоть, не знаю, скорую можно вызвать, там ничего вызвать нельзя. Имеет право. Решил умерить от наркотиков, имеет право. Вот страхи-то какие, жуть прям. У нас с вами, слава богу, у нас Россия и Питер. Школа вот Азарии 27 лет, Азарии в этом месяце 27 лет Азарии работает на то, чтобы распространять информацию, на то, чтобы ввести эти группы, организовывать эти группы и вообще всячески, ну, по крайней мере, распространять все, что связано с выздоровлением. Если кто-то из ваших близких ходит еще с ведром, с помойным в голове и все еще совершает безумные поступки, знаем, что это только ведро, и когда мы будем выздоравливать, оно свалится все-таки. Сдирать не будем, потому что, ну, какой снеговик вам отдаст свое ведро? Он же лысая станет. Там же глупое лицо, а так все-таки как-то прикрыто. И начинаем общаться с чем-то ниже. Душа к душе. И с телом, тело к телу, родной же. Можно потрогать, если разрешает. Можно увидеть, полюбоваться, в конце концов. Вам удается любоваться своими близкими, даже если они в употреблении? Прямо начинаете ненавидеть. Видите одно ведро, все остальное не вижу. Я начинаю ненавидеть за это ведро, которое он просто его одел. Кстати говоря, не сам одел-то. Все же знают, что никто по собственной воле зависимость на себя не одевает. Никто не хочет быть ни алкоголиком, ни наркоманом, ни игроманом. Это случается, как вот ни с того ни сего. Раз, и случилось. Все в курсе, что это случается внезапно, и никто не ожидал. Вы же столкнулись с тем, что у вас никто не ожидал, и вдруг случилось. Вы же никто не хотели в такую семью попасть. Вы даже не думали, что там вот снеговики-то эшелоном шли, шли, шли. В общем, замораживались, замораживались, замораживались. Но понимаете, вот если брать войну, голод, холод и прочее, там приказано выжить. Приказано выжить. И я очень много стою за этих предков. Ну, за кого стою в расстановках-то? Вы же понимаете, ко мне приходят люди из дисфункциональных семей. Из здоровых-то что пойдут? У них все хорошо, у них все прекрасно. И так, что им? Не надо ничего. Вот стою за этих пострадавших. Кто там в гетто погиб, кто там с голоду кто-то умер, кто-то с сиротами остался в детских домах. И вот это вот приказано выжить. А чувство надо вот так вот заморозить, вот так вот проглотить. И маска такая на лице, и все. И так и не размораживается. Так вот эти снеговики там шли, шли, шли. И вот вылилось то, что у вас дома. Снеговик, который невозможно просто так разморозить, даже если грелками его ложи, и фомой на ведре. Но разговариваем с душой и разговариваем с телом. И любим это тело до невозможности. Любуемся и говорим, как ты сегодня хорошо выглядишь. Если вы по правде, только надо говорить, не врать. То есть найти что-то действительно, что вам нравится сегодня. И прямо хвалить это. До стучаться до сердца-то, до души, до стучаться. Для этого свою душу разморозить. Иначе она там как в клетке, она там бьется. Меня очень многие спрашивают, а как это любить? Все эти люди, живущие в современном обществе, 21 век, 3 тысячелетие. И они меня спрашивают, а как это любить? У вас такой вопрос возникает? Вроде и Чапман все описал. Эрик Фром все написал. Любовь – это работа души. Заставляйте душу работать. Ну понятно, откуда у нас сигнал-то идет. Ну не из ведра, конечно. Из мозга, да? Идет сигнал душе. Давай-ка мы с тобой поработаем. Мало знаний, давай почитаем. Потому что нас приучили же этим местом жить, да? Нас же не приучили чувствовать, нас приучили знания осваивать. Значит, знания осваиваем и тренируемся. Но тренируемся физически тоже можно, конечно. А теле забота – это очень важный момент. Это вдоль таре непотребности. Но душу тренируем. Если уж совсем никак, идем к тому, кто знает. Может быть, какая-нибудь бабушка, прабабушка, какая-нибудь соседка, у которой детей много и все хорошо у нее. И прямо ее спрашиваем, подружку какую-нибудь. Я помню, когда наблюдала свою закадычную подругу, значит, я родила раньше, она позже меня. Она такая более зрелая мамаша была. Я помню, как она сына воспитывала. Я смотрела на нее, думаю, откуда она знает, что вот так надо. Вот меня было удивительно, что она знает, как надо разговаривать с ребенком. Что разрешать делать, что не разрешать делать. Что я-то из деструктивной семьи. Я-то ДФС и ВДА. А она нет. И у нее совершенно по-другому все. И у нее мальчик-то другой. Вот прям по-другому мальчик общается. Потому что она из более здоровой семьи. Я уж не говорю там идеальной семьи, да? Она из более здоровой семьи, чем я. Вот она не такую снеговик, как я. Когда смотришь на другого человека, ты понимаешь, о, а можно же вот так. Ну, либо какой-то еще, я не знаю, фильм посмотреть, где здоровые отношения. Редко. Вот у нас очень мало произведений искусства, что называется, в которых показывают здоровье. Все ведь о трудностях, все о болях каких-нибудь, о преодолении, о нытье каком-нибудь. И причем там до конца и так вопросы не решаются обычно. Ну, уже включайте вообще правильное мышление, да? Вы уже люди программные, уже смотрите на это все. Я тут столкнулась, всем рассказываю, с выступлением Сатья, есть такой семейный психолог. И вот он рассказывает, Москва слеза не верит с точки зрения семейной психологии. Это говорит, что вообще? Надо так истосковаться-то в 40 лет, что она три дня его знает, она прямо к нему прицепилась. А он-то, спившись, алкоголик, очень неудачник, слесарь этот. И он у нее курит, говорит, в постели. Вы представьте некурящую женщину с курящим мужчиной в постели. Она прямо балдеет от этого. И прямо говорит ему, как я тебя долго искала. И так и... Как у нее в голове так устроен? И я на этот фильм иначе посмотрела. Мы же воспитаны на этих фильмах. Как же, это же такое произведение. Такая игра актеров, такие великие актеры. А показывает этот деструк... А где там здоровье-то у троих барышни? Есть у какой-нибудь хоть у одной там здоровье-то? Ну там более-менее, которая замуж вышла. И то, что там, найдете, если что. Понимаете? Вот какой фильм не возьми, какую песню не возьми стихи, все о проблемах. А надо искать о здоровье. А надо искать о любви. О настоящей, не от созависимой. Ты ему этот, да, тот, а я тебе это, да. Я стану твоим песком, там, чем хочешь, да. Чуть не лизать за тобой след. Все о проблеме. Все о сплошных проблемах. Поэтому включаем рефлексию, понимаем, так, что-то не то. Учат чему-то не тому. Кто учил любить? Ну как, ну, я вас уверяю, всегда вспоминаю, когда любовь, я всегда даю задание. Вспомните человека, который любил вас, безусловно. Он был обязательно, иначе бы вы здесь не сидели. Вы понимаете, что ребенок не выживает, если его не любят. Это в 20-е годы прошлого века изученный факт. Если вот грудной ребенок рождается в семье, где его не гладят, не обнимают, не целуют, не любят, к году он либо умирает совсем от разных болезней, понятно, да, либо он становится дебилом, и вы бы здесь не сидели. Понятно? Психика ребенка не выживает, если его неправильно растет. Нас с вами всех растили правильно, как могли, снеговики. Брали на руки, но в это время, ой, надо учиться, ой, надо кашу варить, ой, потолок не белен, ой, соседке надо сходить, ну, все, что угодно. У меня вот на этой неделе был разговор с клиенткой, я говорю, вы на каком шаге? Она говорит, я все не успеваю, я все еще на первом, а там уже много времени прошло, на все на первом. Я говорю, а чем вы заняты? Вот что вы такой, ну, мало ли человек, я не знаю, что тут там. Нет, говорит, я все к маме хожу каждый день. Меня мама зовет, и я не могу ей отказать, я у мамы сижу. Мама старая, на пенсии, маме делать нечего. Дочка, сюда. Ей на группу не попасть, шаги не писать, никак, ничего. Она у мамы сидит. Ну, понятно, дети куда? Замерзнут на улице совсем, любого возраста, потому что если мамы нет, ну, про ролица выздоровления тоже у меня лекция есть. Смотрели? Кое-чего там тоже говорю, но без мамы вообще никак. Какие бы вы сами не были снеговики, придется здесь все равно что-то делать. По крайней мере, хотя бы воспринять без ведра, без этих колючих глаз, и общаться вот с этим местом. Я вас уверяю, когда ко мне приходят на консультации, ну, бывает, что родители приводят в химически зависимых, и я разговариваю. Бывает, разговариваю без всякой консультации, на улице. Вот в Азаре много разговаривал с ребятами. В разном состоянии сюда приходят на группу, вы знаете, люди бывают, первый день приходят, понятно, тоже нетрезвый совершенно. И вот когда говоришь с этим местом, они слышат все. даже спящий клиент на консультации вот этим местом слышат. Вот уши, кажется, ну, снеговик, помните, он без ушей. Мы обычно уши не лепим снеговику, это редкий случай. Нам некогда, да? Замерзли уже. А вот с этим местом, когда говоришь, вот сюда, когда попадаешь, он слышит обязательно. Вот как это сюда доходит потом, я не знаю, потому что он проснется потом к концу консультации, стоит и говорит, я все понял, пошли. Я все понял, куда идти, что делать. И таких ребят много. Я вас уверяю, что те мамы, которые меня научились вот с этим местом говорить, это недолго, это важно понять просто. Это не то, что ко мне годами ходили люди, а потом только сделали. Они разговаривают со своим близким, вот своим вот этим местом, с этим местом своего близкого, зависимого. И он говорит, сидел-сидел, слушал-слушал, потом сказал, ладно, давай там телефон твой, куда надо идти-то на реабилитацию. И пошел сам на реабилитацию. Вы знаете, что это чудо невозможное. Когда наши ребята идут сами на реабилитацию, это же чудо. Вы же столкнулись? Я не пойду. Я не хочу. Ходи сама в свою секту. Мне надоело твои разговоры. Слышали такое? Я вообще выздоравливать никуда не пойду. Это все аренда, это не помогает. А кто сходил, пришел домой, сказал, мне не подходит. Вам отвечают такое? Мне не подходит 12-шаговая программа. Великие психологи 85 лет назад парились там, написали программу, которая и сейчас жива и выздоравливает весь мир. Миллиарды людей на земле выздоравливают по 12-шаговой программе. Понимаете, за 85 лет, что там миллиарды. Так, с ведром я пришел. Конечно, этому ведру ничего не подойдет. Кто ведра чинил? Можете мне сказать? Я помню, как у меня папа паял. Не ведра. Нет. Это должна быть железная посуда. А ведро обычно дырявые выбрасывают. Любое дырявое ведро, особенно помойное. Поэтому эта секта мне 12-шаговая не подходит. Вообще в голову не берите. Это ведро. Если вы начинаете там спорить и бодаться, вы вот начинаете тут звенеть. Тут звенеть своими ведрами. Да? И тут можно бесконечно. Тут можно несколько лет вот так биться ведрами и все она не разобьется. оно все будет звенеть. И соседям слышно даже. Как мы разговариваем в семье деструктивной. Слышно соседям? А еще было дни там услышат, Ну, это же полчаса даже не говорит о чем. Это у меня в родительской семье так было. Окна закрыть, чтобы никто не слышал. Я говорю, все уже знают, уже видно, какой папа пришел, уже все в окно смотрели и все уже видели. Нет. Ну, 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 тихо. У нас папа не пьюхи. В школе, не дай бог, не говорит. Возьмите прямо сейчас мысленно. Снимите свое ведро и оставьте его здесь в Азарии. Азарий на металл сдаст, аренду оплатить. Чтобы снять свое ведро, думайте, что каких-то усиленно? Прям на лысо стричься, или что? Или что? Психиатр идти на трепанацию? Чтобы снять ведро, чего важно выработать внутри себя? Желание, намерение и взять за привычку каждый день это ведро отслеживает. Нету. Ага, нету. Сейчас нету. О, а сейчас оделась. О, пошел гон. Я вас уверяю, у меня есть клиенты, которые несколько лет выздоравливают. И сюда уходят в Азарию, ко мне приходят. Ну, трудно, трудно. Это в зависимости от того, что там, да? Фолк стоял. Пишет, пишет, пишет мне. Потом говорит, у меня гон пошел, я поняла. Ну, наркоманский гон. У нас точно такой же гон, как у них. Только у них гон там один, а у нас тут всех ухватить. И про дочку, и про мужа, и про свекровь, и про свекру, и про своих родителей. И только про себя забыла. Выработайте привычку снимать ведро. Определять его, видеть. Это первый шаг. Ну, это про синеговика, чтобы не забыли. Ко второму этапу перехожу к более сложному. Кто смотрел мои лекции про развивающий диалог? Более-менее понятно, когда я там каждый лепесточек в отдельности по каждому лепесточку чего делать, но все лепестки должны быть вместе. И вот это очень много людей мне говорят, я не могу их объединить в одно целое. Вот они не... Вот если на одном лепестке я сосредоточилась, уже вроде его делаю. Очень многие говорят, вот у меня пошло уважение. Уважение, соблюдение прав, уже не ору, уже не дерусь, уже там голос не повышаю, уже не толкаю, на территорию не влетаю в его комнату, не начинаю швырять вещи, обыскивать уже вот это дело. А вот опять же, с любовью трудности, а еще ожиданий куча, и опять вдруг ловлю себя на ожиданиях. А смирения вообще нет, потому что смирение вы знаете в седьмом шаге. Это когда мы дочапаем до седьмого шага, а развивающий-то диалог у вас учится сразу это все делать. Поэтому о чем? Вот это говорит, что не могу. Почему мы с вами не можем освоить знания? Ведь лепесточка всего шесть. Сколько наш мозг держит в голове информации? Предметов, знаков? Шесть-семь знаков мы способны запомнить одновременно. Всего шесть, почему не помним. Нас в школе учили таблицу умножения. Какая привычка? Нам что с первого класса выработали? Привычку запоминать? Думать по шаблону, да, а в основном, почему новые знания-то не осваиваются? Вот ловили себя на том, читаю умную книжку. Вот сейчас, да, программную книжку читаю, закрыла, вроде бы понимала, через два часа ничего не помню. Замечали? Вечер какой-то, что-то там происходило, утром раз, а не помню, в это или в это время, или так было, или как. А еще через несколько дней вообще никак. Замечали? Детство свое не помним до определенного возраста. Или какими-то кусками вообще. У меня есть вообще взрослый возраст, когда у меня вылетали годы из жизни. Когда муж очень сильно пел. Вот у меня прям, я не помню эти годы. По фотографиям смотрю, думаю, о, фотография помню. А что было, не помню. Понимаете? Ловитесь я на том, что память портится. Самозащита, а что нас защищает? Кто смотрел мою лекцию «Созависимость как ресурс»? Посмотрите. Нам созависимость Богом дана для дела. Нам деменция с вами не грозит. «Снеговид». Моей свекрови 93 года. Все телефоны наизусть. «Снеговид». Снеговид. Помните, я уже рассказывал сегодня про этого снеговика, выращенного этой свекрови. Никакой деменции. Ни очков, ни записных книжек. Все вокруг нее скачут. Все понятно. Ну, доживем до 90, будем все здоровы от созависимости. Я вас уверяю. До 90 не доживают. Ни химически зависимы, ни несозависимы. Так что, кто до 90 дожил, тот от созависимости избавился. Разными способами. Поскольку вокруг моей свекрови все были программные. Если вы помните мою историю, муж программный, меня привел в программу, сын программный, мама учила 17 принципов наизусть, бегала, ходила. Вокруг нее были все программные. Свекрови пришлось выздороветь. Наша психика, даже не думая, вот наша память, она защищает от чего? От стресса. От стресса. Мы испытываем сильный стресс, который не можем никак преодолеть, переварить. И просто закрыто. Там, конечно, оно там не закрыто, а тут достать просто невозможно. Вы помните, мы ничего с вами не забываем, только достать никак. Прям никак не вынимается, и все. Там закрыто. Здорово закрыто. Память закрыла. Чтобы что? Чтобы не разрушить. Если все бы хранила голова, представьте, она маленькая, тут больше и тут больше. Она бы лопнула. Если все вот эти ужасы, которые мы же реагируем на стресс, преувеличиваем. У нас же катастрофическое мышление с вами. У нас же ничего не происходит, а мы придумываем. Ловитесь на это. А еще что не дает помнить? Почему стресс-то такой силой? Потому что у нас что с вами? Гормональный обмен высокий. У нас такой же, как у наших близких, химически зависимых. Лавина, чувств идет. И вот эту лавину, мы не умеем с ней ничего делать. Снеговик? Заморозили это давным-давно. Ну, и мы не умеем это выпустить. Поэтому всем, говорю сразу, стонать. Город темный, шумный. Вообще дела никому нет. Идем и стонем. Все время. Открываем звук. И вот так просто раскрываем. И стонем. Выспускаем звук. Я вас уверяю, будет точно легче. И тут начнет размораживаться. Постепенно и тут что-нибудь вспомнится. И будете запоминать лучше, отреагировать лучше. И мне многие говорят, а как реагировать, когда он орет? А как реагировать, когда он вошел нетрезвый? А как реагировать, когда вот все там случилось, и все позвонили, и все уже сказали? Как реагировать? Стонать. Ну, не орать же на него, это его заболевание. Что толку орать в ведро-то? Помните, там в дырке все вылетит. Стонать и начать размораживать вот эти места. Стонет тело, душа разморозится, включатся другие адаптивные механизмы. А если морозить, там уже будет ни снеговик, ни камень такой смерзнется. Кстати, грядь и камни потом понятно где. В виде образований. Не надо копить. Созависимые болеют. Не надо это копить. Какие бы у нас с вами не были ресурсы от созависимости, она все-таки не всесильна, она не бог. Поэтому мы ее заменяем. Значит, размораживаем. И тогда вы запомните все лепесточки, что с ними делать. Упростите это максимально. Даже вы слушаете мою лекцию, например, целый час слушаете, выберите то, что вам понравилось из лекции. Прям вот, о, я поняла, это вот про это. Так же, как когда вы читаете про шаги, да? Про шаги очень много литературы. Вот такая, да? Шаги иные. Там каких только терминов нет. Но не все же это надо в голове держать. Читаешь, листаешь, думаешь, о, вот это мне надо, вот это у меня есть. И поэтому из всего, что есть, берем самое главное. Берем безусловную любовь, упрощаем. Она не межполовая, никакая не родительская. Она просто безусловная. Вижу, слышу, чувствую. Я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя чувствую. Не боюсь. Понимаете? Альтернатива, страх. Я с тобой ВКонтакте, то есть я не в обнимку с тобой, особенно если ты там агрессивен или что-то. Я к тебе с интересом. Помните самое здоровое чувство? Удивление, интерес. Я удивляюсь. О, у тебя опять стресс. Я удивляюсь. Я не пугаюсь и не умираю сразу или в лёжку. А я с интересом и удивлением. С уважением и соблюдением прав, я уже сказала, это легче всего пойдёт, потому что мы не нарушаем, ну мы вообще культурные люди с вами. Мы воспитываем в цивилизованном обществе. драться, драться, кусаться и вообще что-то отнимать и обыскивать это вообще деструктивно. Лазить по карманам это ужасно. Но кто не лазил, да? Позитивная обратная связь это говорить тёплые, добрые слова хоть какие-нибудь. Уже говорила сегодня, как мне нравится, как ты причесался, как ты помылся, какие у тебя волоски сегодня красивый цвет. В конце концов смотрите на... Это же ваш снеговик-то слепленный. Так уже как-то... Найдите то, что нравится-то. Хоть что-то. Ведь не всё же там болезнь-то. Помните, болезнь-то только ведре. Всё остальное. Значит, что-то хорошее говорю. И благодарность. Вообще вы помните, что благодарность является вообще лекарством от всего. И очень многие делают такое упражнение к вечеру. Пять благодарностей. Можно высшей силе за сегодняшний день, можно своём близкому за всё, что произошло. Даже если напился, не позвонил, не пришёл, спасибо. У меня свободное время. Где-то в Ла-Ла-Ноне даже в литературе-то есть. Муж не пришёл, у вас свободное время для выздоровления. Вот отказ от ожидания, это, конечно, отдельная работа. Это непросто, но зная второй шаг и третий через веру в Бога и в душу можно сделать легче. Потому что в развивающем диалоге всё-таки высшей силы нет. Я всегда соединяюсь с 12-шаговой, чтобы было проще. И нам с вами проще через второй, третий шаг. Понять, во что я верю. Я верю, что здесь Бог. Здесь Бог был и есть и будет. И пришёл с Богом и уйдёт с Богом. Даже если его судьба ведёт таким страшным путём, да, он-то отрабатывает там за кого-то. И смирение, конечно, не очень просто, да, потому что седьмой шаг смирения, и нам не очень просто смириться, да, особенно бессилие-то не можем признать, а тут ещё и смириться. Но вот отказ от гордыни, просто говори тебе, я не знаю, как правильно. Помните, программную фразу, если ты не знаешь, чего делать, не делай ничего. И вы ведь часто сталкиваетесь с тем, что вы уже всё поделали, ничего не получилось, ничего не сработало, никакие договора не работают, никакие обещания не работают, и всё, что делала, ничего, закрывала дверь и открывала, и пускала, и не пускала. У меня сегодня такая клиентка звонила, говорит, что такое уже не поделала, не работает пока. Так вот, я не знаю, вот этот лепесток, оказывается, у нас с вами смирение идёт, через я не знаю. Ну, понятно, я не знаю, бог знает. И посадите себя вот сюда, в серединочку-то, и попробуйте к себе чуть-чуть вот это поделать. Своего снеговика поразмораживайте немножко, помните, своё-то ведро, если уже что-то с ним поделал, уже можно на помойке оставить. Тогда и это может поколеблется и будет сваливаться. не так всё крепко будет держаться, потому что меняешься ты, меняются члены семьи. Это автомат. Этот автомат срабатывает, это точно совершенно. И вот кто некоторое время ходит на группу, вы уже сталкивались с этим, что человек приходит, говорит, а у меня в семье, у нас группа поддержки есть, и там вот люди, ну, в общем, в разной степени выздоровления-то. И кто-то говорит, а я вот это поделала, и у меня сработало уже вот это и это. И все сразу, а что ты поделала? Ну, понятно, что вы понимаете, как мы выздоравливаем. Мы же не делаем то, что тот человек делал. Мы просто его слушаем и понимаем, как себе это применить. То есть, если тот человек в свое ведро, то все равно, ну-ка, я тоже попробую, может быть, не через эту сторону, да, не через эту, а через эту тащу. И что-то получится. Мы так же с вами выздоравливаем. Поэтому себя сюда, себе немножко делаем, да, начинаю себя уважать и любить себя, и соблюдать свои права, и не нарушать. Смотрели мы лекцию разрешенные наркотики? У нас с вами есть такие. Во-первых, продаются на каждом углу. Во-вторых, сами ищем до невозможности. А в третьем прям сидим в них и сидим, и даже ничего уже не проявляем, вроде как программное, внутри все еще. Ну, про курение хорошо, но курение-то тоже. Это так анонимно, курильщикам, да? А чего? Начал гроб нету. Негативное мышление. Все плохо. Да, а пострадать? Есть лекция стакан страданий. Она такая не свежая, но она хорошо. Там как-то нормально все, понятно, что делал. Стараемся по отношению к себе и близким применять, уважать себя. Стакан страданий уже отставлять, уже негативное мышление отставлять, и все-таки с уважением к своим потребностям относиться. Тоже по отношению к себе сказать, я не знаю, как правильно выздоравливать. Ну-ка, я позвоню. 50 человек обзоню, может поймут, в чем они делают. Я себя люблю, безусловно. Вот это очень непросто, но это работа души. Вспомнили? Работа души. Любить себя, любить другого. Это работа. Это учимся. Никто не научил. Там снеговики, может, и сейчас у вас дома сидят. По 80 леткам, или по 70. Кто-то мне сказал. В 75 лет уже поздно выздоравливать. Слышали такую фразу? Да. Ой, все, уже не переделаешь. Нафига? Я секрет в 93. Ничего, выздоравливает, никуда не деться. Верить, что душа есть, что бог искорку дал, самое ценное, что у него было. У близких есть. Естественно, себе говорить ласковые слова. Хвалить себя, благодарить себя. Особенно, когда голова болит. Очень многие говорят, ой, у меня болит голова. Знаете, что делать? Ну, во-первых, пить воду, может быть, вы воды не попили, тогда там прям спазм идет от нехватки жидкости. Теплую. Ты умничка, ты красавица. Даже если ты накосячила, отчет потеряла, не вовремя сдала. Начальник натирал и сказал, завтра уволит. Тьфу на него, а ты у меня есть. Кто у вас роднее вас-то? Есть кто-то роднее вас самих у себя? А ведь забываем про себя, да? Подарки на Новый Год кому угодно, всем-всем-всем-всем, себе нет. Так вот, начать с себя, сначала я. И вот это будет важный момент. Спасись сам, с тобой спасутся тысячи. Не надо тысячи. Спасите одного своего химически зависимого. Ну, если два, спасите двух. Я знаю, Ланунук, у которых двое выздоровели, и трое, и все хорошо. Так, это вот философия развивающего диалога. К философии есть инструментарий, если кто помнит. Там отработка чувств. Первая отработка чувств. Есть литература, есть дневник чувств, есть лекция дневник чувств. Смотрим. У кого нет формы, у нашего администратора спрашиваем, вышлет, будете писать. Потому что, ну, дневник чувств, как ничто другое, позволяет отработать, отработать чувства. Когда ты их видишь, когда ты их пишешь. 5-6 раз позвонить, вообще рассказать. Впереди идущим или по телефонам доверия. Там собрать ключи, ну, где-то в какой-то лекции рассказываю про ключи. Одеть ранг. Про ранги тоже рассказываю в какой-то лекции. Ранг – это кто я? Начать именно разговор с осознанием, кто я в этот момент. Я в качестве кого сейчас говорю. Потому что, если вы в этот момент не осознали, не одели это правильно на себя, потому что, если вам говорят, о, мама наркомана или алкоголика или игромана, там, токсикоман, то какое-то чувство вызывает оскорбление, страдание, стыдно многим еще. Еще все стыдно. Ну, в общем, неприятно. А нужно надеть другой ранг, понимаете? Если вы из стыда, из страха, из какого-то ущербного состояния начинаете говорить, из жертвы, слышали такой термин, то в ответ чего? Жертву хочется вообще пнуть. Агрессия точно будет. Значит, нам надо надеть ранг матери, которая из семейства снеговиков. Вот этих вот. Вот здесь вот где-то. Выращена, как выращена, какая есть. Помните ту бабку, которая после короны выписана из больницы, выздоровела и выписана? Ее по телевизору показывали. Сто лет. Сто лет этой бабке. Молодые умирают. Да. С цветами там выписалась. Я говорю, еще до войны приказали выжить. Выжить где угодно, в любых условиях. Бабка выжить где хотите. Бабке сто лет, вообще ничем не возьмешь. Она тоже из семейства снеговиков, не сомневайтесь. У нее родители там в Стаханском движении участком. Революция. Всю войну прошла. В Питере, так явно, что она из бывших глокатников и прочее. Значит, вот одели ранг с орденом. Если вы, мать, химически зависимая, оденьтесь и орден. Потому что то, что вы здесь сидите, это подвиг. Ведь очень многие, знаете, скрывают, бегают там, психушки засовывают. Лишь бы никто не знал. Деревню увозят. У меня была такая клиентка, она мне звонит. Мы увезли в глухую деревню его. Там даже интернета нет. Вообще, бог знает, чего, ни дорог, ничего. Я говорю, и чего? А его прям туда привозят. А вы сомневались? Это же мафия, это же бизнес. Привозят куда угодно. Главное, что он без всяких интернета может заказать. Ни денег, ни мобильника, ничего нет. А это есть. Поэтому одеваем ранг орденоносца. Ну, не знаю, вступите в Азарию, попросите значок Азарии, прям нарисуйте, оденьте. Вот конкурс надо сделать. Член Азарии, оденьте и ходите, и гордитесь этим. Знаете, как Гербалай входит там, это, хочешь похудеть, то ко мне. Они же гордятся этим. Я шучу специально, чтобы вы немножко это, мне западали. Значит, с гордостью, мать, которая знает, что выздоровление возможно. Мать, которая сделает все, что по ее близке. Ну, роль матери в выздоровлении, там, есть тоже такая лекция, можете там, что-нибудь взять, такой, какие-то программные фразы, и прям применить. И дальше, естественно, с философией, развивающего диалога, с уважением, принятием, с верой, с безусловной любовью, задавая открытый вопрос. Меня очень многие спрашивают, что такое открытый вопрос? Это как? Это так, чтобы начать разговаривать. Чтобы не был ответ, да, нет, отвали. А чтобы был ответ, ну, какой-то фразы. И, в принципе, я вот написала эти вопросы, но это вообще схема системного такого правильного мышления, здорового мышления. Я уже где-то про нее рассказываю в какой-то лекции, решила вам еще раз сюда прицепить. И, значит, начинается с этого угла, сразу говорю, начинается разговор с этого угла. Кроме того, что вы осознали, кто вы, перед вами кто, да, осознали, то обязательно задайте себе вопрос, о чем я хочу поговорить? Что, собственно, является предметом моего разговора? Потому что, если вы решили просто облать своего близкого, то это все бесполезный процесс. Упреки летят очень легко. Первая учительница у вас здесь не только пап-мама, вы же понимаете, там воспитательница в детском саду, там кто угодно, соседка какая-нибудь была, которая воспитывала. Научили друг другу нарушать права, оскорблять, обвинять, искать виноватого. Вот все, что угодно учат, только нездоровому. Так вот, осознайте, что я хочу сказать. Что именно? Прям задайте себе вопрос, прям пропишите. Что я? И прям лаконично, потому что говорить нужно коротко. Химически зависимый не может долго слушать. У него и ресурса нет. Можете, ну, попасть в ней не в тот момент. Куда-то он торопится или бежит, или он не может уже воспринимать и все что угодно. Поэтому, коротко, что я хочу сказать. Где? Вот где? Это не в смысле я дома или да, я на работе. Где я на самом деле? Я в семье, я в отношениях. Вот в этом смысле, каких я отношениях и что я собираюсь сделать именно здесь и сейчас. Это, наверное, самое сложное будет из всего. Когда это не просто в эту секунду, а что это за время? Правильно ли я его выбрала? Вот оно комфортно для меня и комфортно ли для собеседника? И вот можно спросить в этот момент, а ты готов меня послушать? А я могу тебе вот это сказать сейчас? То есть спросить даже разрешение, когда это лучше сделать? И вы можете в этот момент, когда вы начали говорить, назначить прямо, давай мы поговорим об этом тогда-то, или давай перенесем на тот период, или да, я там, не знаю, поем, помоюсь, потом поговорим. Вот это очень важный момент, чтобы все участники процесса, разговора были готовы, и было время для этого. Время, место, желание. Вот когда это вот это? Как я говорю? В каких я чувствах? Не забыла ли я вот это вот? Какими я словами говорю? Потому что упреки, оценки, критика, претензии, все запрещено. Вы понимаете, вот это все слова насилия. Если вы говорите из позиции насилия, то вы там услышите что? Либо глухую оборону ничего не ответит, либо агрессию отвали. Не говори мне ничего, да? Не давай мне этой информации. А наша-то задача договориться. Мы же хотим здоровое общение, чтобы нас слышали и мы услышали другого человека. Вот как я говорю? Может быть, порепетировать даже с кем-то, может быть, пописать этот диалог, чтобы вот это вот лишнее вылетело из вас. Вот если опять идет претензия, или опять идет упрек. Потому что когда я слышу вот своих, да, клиентов, кто меня звонит, я сразу говорю, говоришь в оценках, говоришь в претензиях. В критике. А человек даже не замечает. Для нее это обычная речь. Ах, я всегда так говорю. А еще бывает такой виск, повышенный тон такой. Ну, потому что эмоции это просто. И прям виск такой. Я круто, ты понимаешь, что виск. А человек не слышит себя. Поэтому вот, может быть, как-то нужно порепетировать. А еще бывает такое уныние в голосе. Вот замечали за собой? Прям вот умирающий лебедь. Прям слушать невозможно. Хочется прям тоже умереть сразу. И я часто говорю. Я же бываю, что не вижу клиентов, да? Не обязательно же видеосвязь. И я говорю, а можно голос поменять? Почему? Я обычно хорошо говорю. Хотя сказать, а что, что со мной-то так ноете? Потому что я даже иногда спрошу, а сколько вам лет? Потому что вот это нытье. Ну, ладно, маленькие дети ноют. Но их не научились еще разговаривать. Нормально они там. Но это манипулирует. И там вымарщивают. Что-то себе. Но женщины-то уже со взрослыми детьми. Только то есть, всем всем. Ну, сороковник, как минимум. Вот опал тени. И вот это нытье жертвы. Это невозможно терпеть. Я вам серьезно говорю. Но хочется либо умереть сразу, либо выключить. И вообще, ну, как вы слышите, да пошла. Вот хочется. Поэтому, вот как я говорю, какими словами, в какой философии, каким голосом. Попробуйте даже позу поменять. Понимаете, да? Потому что горе, вот это горе, когда к вам пришло, когда вы увидели вот это вот, снеговика-то этого. Себя-то не замечали. Но когда вы вдруг обнаружили, что в нашей семье вот это происходит, вы помните, что с вами случилось? Это как вот потолок на пол упал, как небо на землю упало. Вот это прям все подогнуло, вот сжало, вот так вот скукушило. И голова ушла вот так. Помните это состояние, когда первый раз услышали? Увидели, поняли, что это пришло, это так. Это да. И вот из этого очень непросто выйти, потому что сам-то не замечаешь. Ты же сражаешься, стараешься. И вот только, ну, у кого позвоночник заболит, тогда он вам напомнит, что не так стоите. На самом деле нет. Созависимость как ресурсом и позвоночник выдержит. Зачем не задавайте обычно вопрос своим близким, потому что это вопрос пятого порядка и на такие вопросы обычно не сразу отвечают. Этот вопрос задайте себе. То есть, когда вы уже поняли вот это, вот это сначала, потом вот это, это, тогда можно спросить себя, зачем? Зачем я собираюсь это говорить? Действительно ли это нужно здесь и сейчас, именно вот в этот момент, именно такими словами, и вот это уже действительно важно. Вот это очень хорошая рефлексия, когда вы поймёте, на самом ли деле вы преследуете ту цель, которая истинно даст выздоровление, результат. Или я хочу про него манипулировать, реализоваться сама, потешить своё самолюбие, подавить или там ещё чего-нибудь. В основном мы за манипуляции идём. Почему так страшно? Потому что ваш химически зависимый это считает, ещё не вошёл в квартиру. Вы ещё не взяли трубку, он уже считает ваше состояние. И там, где вы звоните, а он не берёт трубку, он считывает ваше состояние. Я вас уверяю, как у вас повышенная чувствительность к твоим близким. Вообще, кто вы дала? Вы помните? Дверь открывается ключом, вы же знаете, папа пьяный или трезвый. Или мама у кого мама. Я помню, видела фотографию, это мне муж приносил где-то с собрания или с праздника, с какого-то. Там лиц не было, там такие жесты и руки. Какие-то руки, кто что. Я смотрю вот так вот, рука, вот так рука, в кадре вот так рука. И я вижу, что рука алкоголик. Вот как я это вижу? Вот что в ней такого, да, рука и рука? Любой потолоконант скажет, ну живая, ну человеку, что он собственно, цвет нормальный. Нет, я вижу, что рука алкоголик. И вы это знаете прекрасно. Если вы много лет рядом с химически зависимым, у вас что-то спинной мозг это считывает. Так вот, такая же чувствительность у ваших близких, химически зависимых особенно. У них вообще компьютер, вот этот компьютер так и остается в голове. В зависимости уходит, а вот этот компьютер остается в голове. Понимать другого человека, чувствовать его, понимать, что ему надо, врет он или не врет. Потому что, если вы только хоть где-то хотите собраться, почувствует это сразу. И не поверит вам никогда. И очень страшно, если вы начнете приведнять в философию развивающего диалога, а потом с нее съедете и опять вернетесь в манипуляцию. То есть, вот здесь вы приоткроете душу, вот часики, часики и взрослая позиция. То есть, вы дадите ему открыться, открыть вам чуть-чуть, и вдруг вы опять наплюете туда, будет страшно. Поэтому старайтесь сначала сама, сначала сам, а потом разговариваю с близким, и, возможно, ничего говорить уже будет не нужно. Вообще, замечали, что можно разговаривать, ничего не говоря? То есть, не произнося слов. Ничего не говоришь, просто любишь через стенку особое время и слышит. И как будто ты уже поговорил, и ответ услышишь, потому что ты вот этим местом, вот этим местом, ты уже поговорил. Я вообще такой реальность, понимаете, да, у меня там это все наик первое образование. И я, когда вот этот вопрос изучал, как это срабатывает? Я не очень понял. Как это срабатывает? И я понимаю, что есть тонкий мир, вот эти тонкие частицы, какие-то тонкие эти, волны-то, поля-то эти все. И вот как-то через тонкий мир это передается. Ну, вот я так себя понимаю. Это знают все психологи, конечно, ну, а всякие уже физики, которые эти дела изучают, всякие квантовые, они уже подтвердили это все. Минделл и прочие специалисты. Ну, нам-то что эти фамилии? Нам надо дома разрулить. Как? В нашем этом, Валаноне, да? Возьмите то, что вам понравилось и забудьте остальное. Стараюсь вам как можно короче найти путь взаимодействия со своими близкими, чтобы все выздоравливали.